Привет, друзья! Я рада приветствовать вас на канале Готовим Дома. С вами Олеся. И сегодня у нас на обед очень вкусная и сытная фасоль с овощами по моему любимому рецепту. Во время поста это блюдо очень актуально. А уж насколько вкусным оно получается. Тарелки будут чистыми, это я вам гарантирую. Про мясо никто и не вспомнит. Так что этот рецепт точно стоит того, чтобы его внести в ваше меню. Фасоль заливаем большим количеством холодной воды и оставляем набухать на ночь. На утро воду сливаем, фасоль промываем и снова заливаем свежей водой. Доводим до кипения и варим при слабом кипении около 1,5-2 часов до мягкости фасоли. Если фасолинки легко раздавливаются пальцами, фасоль готова. Солим фасоль в конце варки. Откидываем на дуршлаг и даем отвару стечь. Отвар не выливаем, а готовим на нем суп или постный майонез за 1 минуту. Ссылочку на майонез я оставлю в описании под видео. Лук мелко нарезаем. В сковороде разогреваем растительное масло и выкладываем лук. Томим лук на медленном огне. Масла должно быть достаточное количество, чтобы лук был не сухой и томился в масле. Периодически помешиваем лук. На таком медленном огне он будет готовиться минут 15-20. В это время подготавливаем овощи. Нарезаем болгарский перец сначала соломкой, а затем вот такими кубиками. В блендере измельчаем чеснок вместе с зеленью. Зелень с чесноком можно порубить ножом. Как раз за это время дошел до готовности лук. Добавляем к нему болгарский перец и обжариваем 1-2 минуты. Следом добавляем фасоль. Хорошо перемешиваем. И добавляем баночку томата в собственном соку. По желанию можно добавить ложечку грузинской аджики. Такой аджики прекрасно сбалансированный состав грузинских специй. Она очень выгодно подчеркнет вкус фасоли и придаст немного пикантности. Солим по вкусу. И все готовим около 4-5 минут, чтобы вкусы объединились. Можно добавить немного отвара от фасоли, если хотите, чтобы соуса получилось побольше. Добавляем зелень с чесноком, доводим до кипения и сразу выключаем. Даем настояться под крышкой минут 10. И можно звать семью за стол. Этот рецепт можно назвать пальчики оближешь. Настолько вкусным получается блюдо. В качестве гарнира к фасоли можно приготовить гречку, рис, макароны, картошку. В общем, практически любой гарнир сюда подойдет. Готовьте с любовью и будьте счастливы. А я уже жду нашей новой встречи с вами на канале Готовим Дома с Олесей. Всем желаю всего самого доброго. Пока-пока.